Я много слушаю музыки, и мне очень нравится, как мы могли уже понять. И поэтому я очень люблю о ней разговаривать, делиться какими-то впечатлениями. И я хотел бы рассказать про несколько альбомов, которые мне в последнее время очень нравится переслушивать. Один из таких альбомов, например, это относительно новый альбом Джона Майера, он же, конечно, не новый, потому что он был выпустен в 2017 году, сейчас уже как 19-й. Мне этот альбом, честно говоря, очень сильно запал в душу, потому что первый раз я его услышал, когда ехал со съемок в 4 утра в такси. И нас было трое в такси, и я был как бы последним на очереди по разъезду. И за это время я успел прослушать этот альбом целиком, может быть, два, может быть, три раза, я не помню. И пока я его слушал, честно говоря, я там несколько раз засыпал, просыпался, ну, как всегда это бывает. Но вот, честно говоря, этот альбом нужно слушать полностью, от начала до конца. То есть есть, конечно, хиты с этого альбома, там, типа песни, там, «Moving on and getting over», песня «Helpless», песня «Rosie», они все стали уже как бы хитами. Но я советую, очень-очень советую людям слушать этот альбом полностью от начала до конца, потому что он законченный. То есть в этом он удался, я считаю, этот альбом. Как и, в принципе, все альбомы Майера, он очень классный, потому что я просто люблю Майера. И я бы сказал, что он даже не уступает континууму 2006-го, 2006-го года. Классный альбом. Слушайте все. Еще один альбом, про который я хотел бы рассказать, это альбом, такой исполнитель, как Грег Кок. Альбом называется «Toby arrives». Этот альбом, он интересен тем, что он инструментальный, и, в принципе, как люди, которые понимают инструментальную музыку, они будут приятно удивлены, потому что в последнее время в таком жанре инструментальной музыки я слышу не очень много, не очень часто. Обычно это прогрессивный какой-то, прогрессивные тяжелые жанры. Это тоже интересно, типа группы «Tosco» и так далее. Но здесь направленность больше джаз-рок, нет, скорее блюз-рок ориентированная. Почему? Потому что у них трио, гитара, барабаны и клавишный «Hemond B3» — это электроорган. Этот альбом очень такой провокационный, ну, как мне кажется, по текстуре своей. Интересно вообще, как этот альбом был записан, потому что изначально эта группа, она совершенно только недавно образовалась, эта группа образовалась буквально год назад, что ли, при очень интересных обстоятельствах. У Грега Кока есть сын старший, он играет на барабанах, и у него есть друг, Тоби, и как-то раз этот сын приходит к Грегу и говорит, «Папа, папа, к нам приезжает Тоби, давай, давай с ним порепетируем, поиграем». Грег, как бы он уже состоявшийся гитарист, он не очень понимает, зачем ему играть с каким-то Тоби, если он работает, там, снимает видео для Wildwood Guitars и так далее. Ну, типа, время, да, это тратит, какой смысл просто поиграть. Вот он спрашивает его, а что это за Тоби, кто это такой? «Папа, это же мой друг, это великий Тоби, он играет на Хэммонде». И Грег тут призадумался и понял, что если он играет на Хэммонде, значит, этот чувак как минимум интересный. В итоге он говорит, ладно, давай назначим встречу, а где мы будем репетировать? И тут они начали обсуждать, где они могут порепетировать. Ну, первая, самая первая мысль пришла, репетировать у них дома, но эту мысль сразу же они отбросили, потому что Грег сказал, что жена не одобрит 100% и выселит их обоих после этой репетиции. Вот, вторая мысль им пришла на репетиционной базе, но лучше записать где-то, правильно? То есть интереснее, чтобы потом еще осталась какая-то об этом память. Поэтому они решили забронировать студию, где, соответственно, стоит Хэммонд. Они собираются в среду на студии, включают запись, и первое, что они сыграли, вот этот вот джем, он стал первым треком на их новом альбоме. Когда люди, незнакомые друг с другом, собираются в одной комнате, включается запись, и уже из этого раз и получился альбом. Я считаю, что это очень интересный круг. Третий альбом, который всем стоит слушать, это альбом «Shades» от автора-исполнителя Дойл Брэмхолл, второй. Этот человек играл долго, очень долго играл в группе Эрика Клэптонна, гитариста. Альбом «Shades» — очень атмосферный альбом. Он сумел совместить акустические инструменты симфонического оркестра, симфонический оркестр, с его любимой и привычной ему электрогитарой. И смог он из этого сделать что-то нечто большее, чем просто блюз-рок. И это очень интересно. Опять же, этот альбом я советую слушать полностью от начала до конца, в спокойной обстановке, не в метро, как многие любят, а сидя дома с выключенным светом. И только тогда ты начинаешь понимать, о чем это, и начинаешь прощупывать эту материю. Тогда тебе открываются все краски. Дойл Брэмхолл на самом деле очень классный гитарист. Несмотря на то, что он, как он говорит, что он самый обыкновенный музыкант, ничего в нем выдающегося нет. На самом деле в каждом, я считаю, музыканте, в каждом даже человеке есть что-то выдающееся. Просто главное найти это что-то и суметь это в каком-то смысле реализовать и применить. На этом альбоме есть песня Everything You Need, по-моему, называется. Она, кстати, на ней сыграл соло Эрик Клэппин. Так что просто... Очень классная песня. В принципе, все. Ой, блин, просто обалдеть закончил называется. Стоп. Да. Камара все на объектив. Блин, сейчас уберу. Хрень какая-то. Стоп.